Привет, ребятки! Сегодня мы продолжаем тему интерфейсов, а если точнее, такую тему, что по цене какого-нибудь обычного маленького домашнего комбичка можно позволить тебе чуть ли не домашнюю звукозаписывающую студию. На примере вот такого вот наборчика девайсов от фирмы FIFINE. Или как лучше было бы сказать... Короче, как было дело. Получаю как-то раз сообщение, мол, здравствуйте, Павел, я представитель фирмы FIFINE, мы ищем блогеров-артистов для сотрудничества, вот это всё, бла-бла-бла-бла. Не хотите ли вы протестировать наше оборудование, аудиоинтерфейс, наушники и микрофон, и сделать на это дело обзор? Окей, почему бы и нет? И это на самом деле было немного странно, потому что в первую очередь мой канал от басиста для басистов, и, наверное, я думаю, представитель ознакомился с тем, что я обычно делаю, и был в курсе этого. А фирма FIFINE позиционирует себя как производитель музыкального звукового оборудования для стримеров, блогеров, геймеров и вот этого всего. С другой стороны, я тоже блогер и могу рассказать не только про басы, но и про всякие блогерские дела, плюс мои старые наушники выглядят вот так вот. Я давно себе хотел, кроме этого, конденсаторный микрофон для обзоров, чтобы записывать бас вот в комнате, как он звучит, да и не только для этого, конденсаторный микрофон в хозяйстве бывает очень даже полезен, если ты занимаешься чем-то таким. Ну и в целом, конечно, все-таки интересно, что сейчас могут предложить на рынке за такие вот небольшие деньги, потому что весь этот комплект стоит меньше 15 тысяч рублей на момент выхода обзора, ну то есть там интерфейс, что-то там 5 тысяч рублей, наушники и микрофон, что-то там около 4 тысяч рублей или меньше. Интересно, что это из себя представляет, если мне понравится, то замечательно, оставлю себе, буду с удовольствием пользоваться, буду советовать всем знакомым, кому такое родо оборудование будет нужно. Если не понравится же, я не обещал, что я буду все это расхваливать, так что погнали. Начну с главного, на мой взгляд, в этом наборе, интерфейс. И в целом вот про интерфейсы предыдущее видео у меня было, там я в общих чертах рассказывал, что там и где, как бывает, поэтому здесь я чисто вот на этой маленькой коробочке сосредоточусь, не уходя в какие-то там дебри. Коробочка сама по себе очень маленькая, очень легкая, пластиковая маленькая легкая коробочка, что с одной стороны приятно, ну реально, она прям, вот. С другой стороны, ощущается, можно сказать, как игрушка, вот если сравнивать с какими-нибудь большими железными, вот как вот моя карта, Roland под капчей, или вот подобные ей вот эти Беринджеры, Фокус Райтовы, железными корпусами и так далее. Ну и ладно, у нас тут есть первый уход комбинированный XLR, джек, в первую очередь перенатащенный, конечно, для микрофонов, тут есть специальная кнопочка для включения фантомного питания, вот как раз-таки для конденсаторных микрофонов, которым нужно фантомное питание. И мне очень нравится, что эта кнопочка именно здесь, на лицевой стороне, и она горит зеленым, когда ты ее включаешь, потому что тут на Roland, например, у меня эти выключатели с задней стороны, маленькие, маленькие переключатели, и там искать его сзади бывает довольно-таки неудобно. Здесь же все, все у нас сразу на виду, также второй вход под джек, чисто под джек, соответственно, под гитару или под что-то другое, и здесь нарисована картиночка, типа кнопочку нажимаешь, и это у нас под гитару, ну естественно, с соответствующим входным сопротивлением под пассивные инструменты, чтобы можно было играть. В втором режиме, соответственно, под микрофоны, ну и проще, у чего линейный уровень, линейное сопротивление, вот это все. И тоже на лицевой стороне это тоже удобно, тоже приятно, в отличие от того же моего Roland, где нужно это сзади искать, и при том, что этот Roland у меня лет 10, я до сих пор не научился на ощупь это дело втыкивать, а при том бывают забавные случаи, типа я включаю бас, начинаю играть, думаю, что-то он как-то странно звучит, до этого не было вроде такого, что-то случилось, что-то не так, я сижу, что-то парюсь, а потом вспоминаю, а, там, наверное, блин, я не тот режим просто оставил из прошлого раза, и вот лезу проверять этот маленький тумблер дурацкий, включен ли он у меня в режиме хайзи. Здесь все на виду, все сразу видно, кроме этого, а нет, не кроме этого, регулировки чувствительности, левая и правая сверху, как на каком-нибудь M-Audio фасттреке, но при этом у них здесь подсветочка зелененькая, ну, подсветочка чувствительности, индикация чувствительности, как на каком-нибудь фокус райте, то есть пока уровень нормальный зелененькая горит, можно прибавить чувствительность сделать побольше, потом близко к пределу начинается уже оранжевая, значит, погоди, погоди, ну, если красная горит, то, естественно, тормози, давай-ка сделай все вот пониже, поменьше. Это мне здесь не так нравится, как у моего Роланда, где прям чуть ли не цифровая шкала, показывающая именно уровень наглядно, который приходит на карту, но с другой стороны, вот у тех же Беринжеров, например, там просто тупо две маленькие лампочки, зеленая окей, красная не окей, вот такая подсветка, конечно, все-таки приятнее и удобнее. Третья крутилка здесь громкость основного выхода, это у нас тут два выхода на джеки для мониторов, или куда вы их там будете втыкать, также сзади у нас дырочка под USB, причем Type-C, что мне понравилось, потому что вот этот дурацкий квадратный, здоровенный от принтеров древний USB Type-B надоел, неудобный. А это маленькая, приятная, и в комплекте к нему идет классный, приятный шнурок, соответственно... Да блин. С одной стороны у нас Type-C, с другой стороны как бы тоже Type-C. В принципе, эту карту можно и к телефону подключать, если вы записываете там через телефон, вот это все. Но так как мы ПК-бояре, мы используем компуктеры, то есть досадочка вот на таком вот... И даже в этом случае он все равно маленький, удобный, не такой громоздкий, как обычно бывают у таких кабелей. Сам шнурочек тоже классный, приятный, достаточно мягкий, не такой дубовый, но в то же время ощущается достаточно прочно. Так вот, кабель, значит, USB, также с лицевой стороны вход, выход, точнее на наушники, как обычно, большой 6,2 стерео джек. Соответственно, если у вас у наушников тонкий джек, то вам нужен либо переходник, либо у этих наушников, например, в комплекте два шнура, и один из них с толстым джеком, ну, про это потом разговор будет. И кнопка... кнопка... крутилка громкости на наушнике отдельная крутила громкости. Вот на Roland, опять-таки, у меня там только общая громкость, здесь можно делать отдельную громкость на колонке и на наушнике. Ну, в принципе, как тоже, на разных девайсах бывает по-разному. Здесь вот сделано так, и еще здесь кнопочка директ-мониторинга, тоже рассказывал, что это надо, то, что нам иногда нужен звук на колонке или на наушнике пускать сразу со входа, без обработки компа. Здесь просто кнопочка, то есть на некоторых картах можно там выбирать баланс, сколько громкости подмешивает того и того, здесь просто кнопочка, включается... включается директ-мониторинг или не включается. Кому-то, может, это будет маловато, по-моему, в этом нет ничего страшного, но здесь есть вместо этого другое преимущество, более весомое, на мой взгляд, именно относительно директ-мониторинга, потому что обычно, как работает директ-мониторинг? Если ты воткнулся в правый канал, ну, точнее, нет, не так, то, что ты включаешь в правый канал, у тебя идет на правый канал. То, что ты его включил на левый канал, у тебя идет на левый канал. Право-лево, неважно. Но, согласись, если ты включаешь гитару, даже директ-мониторинг тебе все равно она нужна в оба уха, а не в одно только левое или в правое. И на некоторых интерфейсах есть кнопка МОНО для директ-мониторинга, чтобы с обоих этих каналов звук шел на оба ваших уха, на оба ваших канала. На некоторых такой кнопки нет. Вот, например, вот Behringer UMC204, там такая кнопка есть. У Behringer UMC202 такой кнопки нет, и там, соответственно, только вот либо правый, либо левый канал. Я встречал жалобы, что людям это не нравится, людям это доставляло неудобства. Здесь такой неудобства нет, потому что директ всегда идет, моно всегда идет на оба канала. И, по-моему, в принципе, так это должно быть. Я не понимаю, зачем уже разделен директ. Ну, короче, вы поняли. Что мне в этом интерфейсе, интерфейсе этого интерфейса не очень нравится, то, что нет под этих... Короче, вот меточка обычно на крутилках есть меточка белая, которая показывает, на какой уровень эта крутилка установлена. Здесь таких меток нет, но если сверху они и так довольно крупные, их, в принципе, издалека хорошо видно, то вот здесь ее издалека не очень хорошо видно, и либо тебе приходится всматриваться в нее, и вот смотреть, такой уровень ты оставил, либо не всматриваться, а просто уже вслепую. Я к такому не привык, мне это тут не очень понравилось. Что касается характеристик. Ну, битрейт 16 бит, частота дискретизации до 48 кГц. Как я в прошлом видео рассказывал, для бытовых целей этого хватает более чем. Если вам нужны какие-то более серьезные характеристики, для каких-то ваших более серьезных дел, это уже девайсы будут подороже. Дорогие девайсы обладают такими характеристиками, как здесь примерно, плюс-минус везде. И я не вижу в этом ничего плохого, опять-таки, для нашего такого домашнего бытового любительского использования. Теперь, что касается непосредственно подключения к компьютеру и дальнейшего использования. Тут есть два нюанса. У вас Macintosh или Windows? Ну, тоже тема, о которой я в прошлом видео рассказывал. Если Macintosh, то все замечательно. Вы подключаете кабелем карту к вашему Mac'у. Ваш Mac сразу понимает, что это карта. Что это карта FIFINE. Сразу в настройках аудиоустройства выбираешь эту карту, включаешь. Сразу звук начинает идти через нее у системы. Потом, допустим, открываешь свой DAV, свою рабочую аудиостанцию цифровую, там, Reaper или что там у маководов, этот самый, как у Pro Tools. Короче, в этом своем DAV выбираете, также открываете настройки аудиоустройства, там выбираете FIFINE, вы наблюдаетесь, что у вас выбраны нужные выходы, что вот микрофон у вас, вот этот канал, вот этот канал, вот это все, короче, банальные настройки аудио входов и выходов. И все у вас будет замечательно работать, можете, ну, там уже, включаете, вешаете, делаете свои дорожки, включаете мониторинг, включаете запись, хотите, записывайтесь под метроном, вешайте туда треки, или хотите, там, играйте под Guitar Pro в отдельном приложении запущенное, или там, под YouTube-чик. С этим проблем нет. Вот на винде немножко все сложнее, тоже, опять-таки, как в прошлом видео рассказывал на примере именно этой карты. То, что сам Windows, во всяком случае, в моем случае, мой компьютер, мой ноутбук на Windows 10, я подключил карту, он сразу понял, что это карта, сразу я могу выбрать в настройках аудиоустройства эту карту, сразу все начинает там наработать. Если я там хочу делать какие-нибудь там стримы, опять-таки, фирма позиционирует себя именно в первую очередь, как для стримеров-блогеров, соответственно, я открываю OBS, там выбираю в настройках звука также нужную карту, это все работает, нормально работает, без одержек ощутимых, могу там говорить микрофон прямо на стриме, или там на гитаре играть, что угодно, короче, что вы можете сюда воткнуть, все это работает, все это ништяк. Ну вот, если вы открываете DAV, там вам, соответственно, нужно тоже открыть настройки звукового устройства, выбрать там драйвер, потому что стандартный директ драйвер это не годится для нас, а драйвера своего у нас нет. Нам, как бы, сказали, производитель написал, что для Windows драйвер не нужен, вот для того, что я раньше описал, не нужен. А вот если вам нужен DAV, то все-таки нужен драйвер. Соответственно, вы либо скачиваете ASIO for All, бесплатный драйвер для всех дел, который как бы работает хорошо, но он не многопоточный, как нормальные драйвера для специально, которые у Роланда, как я говорил, свой драйвер для QuadCaptcha, там у Беринджера будет свой драйвер. Надеюсь, у меня получится все это показать. Вот у этих своих драйверов нет, поэтому либо используешь ASIO for All, который не имеет многозадачности, и вот либо у тебя DAV открытый со звуком, а все остальные приложения не будут работать, звук в них не будет работать, либо ты используешь остальные приложения, а в это время твой DAV отдыхает, и звук на него не идет. Либо можешь использовать драйвер Wasapi, вот его уже не нужно останавливать, он вроде как в Windows идет по дефолту, делали его примерно с той же целью, как и ASIO, чтобы было меньше задержек, и там у него есть два режима, эксклюзивный и шерид общий. В эксклюзивном задержка, в самом деле, ну, очень близкая к ASIO, достаточно маленькая, но он так же, как ASIO of All, не многозадачный, то есть только либо одно, либо другое. Wasapi шарит, в шарит режиме, может многозадачность, может делать все сразу, но задержка тогда в реальном времени, если вы играете не через Direct Monitoring, если вы играете именно с мониторингом в вашем DAV, у вас там навешаны плагины, задержка тогда будет уже ощутимая, и я думаю, многих она не устроит, потому что, ну, она прям реально ощутимая. А в основном же, ну, как я уже сказал, если ты маковод, то вообще без проблем, если же вы сидите на Windows, то учитывайте этот момент и смотрите сами, насколько он вам будет приемлем, или он вам будет неприемлем, и вы лучше накинете деньжат и купите что-то другое, но что не будет иметь такого компромисса. Не считая этого, она нормально работает, здесь нормальная чувствительность сходов, я могу сюда втыкать довольно выхлопные басы, и оно не будет клиповать, как на некоторые карты жалуются, звук нормальный, все работает нормально, вполне себе можно использовать, вполне себе рабочий инструмент за небольшие денежки. Далее, про наушники. Вот эти вот. Стоят они, как я выше сказал, до данный момент, что-то там 3000 с чем-то рублей, около 4000, и они позиционируются у них именно как наушники для прослушивания музыки, потому что у них, кроме этого, есть именно геймерские гарнитуры, там, соответственно, сделан звук так, чтобы всякие там пыщ-пыщ, бау-вау, вот эти все эти спецэффекты звучали внушительнее, но для музыки, для прослушивания музыки, они, как пишут люди в отзывах, не так хорошо подходят, ну просто звучит все это дело. А вот эти просто обычные, ровные, нейтральные, натуральные наушники, и, в принципе, по звуку у меня они реально очень близко, очень близко они звучат, как вот эти мои студийные, бюджетные Sennheiser HD 206, при том, что вот эти стоят даже дешевле новые, чем вот эти вот, но у этих есть преимущества, которые это, по-моему, более чем оправдывают. Например, они закрытые, а вот эти вот полуоткрытые. Ну это не то, что прям преимущество, это просто два разных типа наушников, а именно закрытые плотнее прилегают к голове, они лучше изолируют от окружения, за счет чего, как бы, и низы звучат более глубоко, объемно, особенно если вы не таскаетесь, точнее, наоборот, особенно если вы таскаетесь наушник по всему городу и вообще. Ну, то есть, вот это чисто студийная фигня, вот она, вот этот шнур тоже вот. Вот эта фигня, потому что они должны висеть на студии и использоваться только там. Вот тут история с таким вот шнуром, в комплекте два таких вот шнура. Шнур, разъем VTKS, можно подключить другой шнур, если вам нужно. Но в целом вот этот шнур мне прям просто дико капец как понравился, его удобнее игра с собой таскать, когда играешь на столе за столом, он тоже хорошо тянется, не создает вообще никаких проблем. Второй шнур в комплекте такой же, но с большим разъемом джек на другом выходе, чтобы можно было в карту включать без переходника. Сам по себе он такой тоже плотненький, приятный, не ощущается каким-то дешманом. Вот, так что, короче, если использовать наушники не только как судийные, но их просто использовать как наушники, которые вы будете с собой везде таскать и в общественном транспорте, на улице их слушать, они лучше изолируют опять-таки, они плотнее прилегают. В этом отношении они гораздо лучше подходят, чем вот эти сенхи полуоткрытые. Но при этом, при том, что хоть они и плотнее прилегают, я лично в них устаю меньше. Уши мои в них, вот от сенхайзеров порой и у сами раковины ушей, порой начинают болеть как-то, вот не знаю, вроде все нормально, но где-то там что-то как-то странно прижимает, и уши со временем начнут болеть. В этих вообще целыми днями хожу. Ну, разве что уши потеют, естественно, но кроме этого положения от пользования исключительно положительные. Вот, поэтому хоть они и стоят дороже таких сенхайзеров, но если брать наушники на повседнев, на пользование, в разных случаях, условиях, вот эти мне нравятся гораздо больше. Я думаю, что разница в цене это оправдывает. Ну и микрофон на закусочку. Вообще, изначально мне предлагали другой микрофон динамический, но динамический у меня уже есть, я себе хотел именно конденсаторный. Если вы не в курсе, в чем прикол, я по-быстрому сейчас все-таки это дело обрисую. Динамические микрофоны, ну вот, собственно, как вот, как мой старенький Audi X i7, или вот все вот эти шуры 57-58, они отличаются тем, что они как бы более узконаправленные, они меньше ловят того, что не входит в эту узконаправленную область, и они звучат, как сказать так, более узконаправленно и сфокусировано. А конденсаторные, они напротив, они более открытые, они больше всего ловят со стороны, в связи с чем, если говорить про записи вокала в студии, обычно для этого предпочитают конденсаторные микрофоны, как раз такие за счет того, что они более открытые, более воздушные, у них лучше детализация в плане каких-то таких мелких вещей. Но если говорить про вокал на сцене, то в этом отношении предпочитают как раз-таки чаще динамические, потому что они более узконаправленные, они меньше ловят все от окружающего, от этого всего окружающего они меньше заводятся. Гитары, основные микрофоны для записи гитар обычно тоже динамические, как раз-таки, опять-таки, за счет того, что они сфокусированы, ты его перед динамиком фокусированно поставил, и он тебе пишет фокусированный гитарный такой вот звук. А если говорить, например, про барабаны, оверхеды, вот микрофоны, которые сверху вешивают, чтобы они снимали вот тарелки, вот это вот все-все-все-все-все, там как раз-таки, опять-таки, чаще используются конденсаторные микрофоны за счет того, что они опять-таки такие более широкие более объемные более чувствительны до всяких таких мелких нюансов так вот нафига мне конденсатор микрофон у тебя сижу допустим пишу обзоры и я часто хочу показать как бы звучит в комнате вот не просто в карту записано вот в комнате вот совсем вот этим что я тут слышу и динамический микрофону что вот мой аудит что шура что я до этого и когда-то давно уже использовал 57 для этого годился не очень хорошо потому что блин просто бас из комика то есть я его навел микрофон у тебя бас из комика там где-то стороне звучит не очень то есть бу-бу-бу есть а остальное все как в тумане каша какая-то вот этот работает в этом отношении как положено конденсатор микрофона гораздо лучше то есть даже при том что он поверт на меня а комик вот где-то там снизу сбоку стоит он все равно не создает такого впечатления что это звучит как коробка нет в целом создает создается неплохое впечатление о комнате а там о том как звук о том как бас в этой комнате звучит в этом отношении мне он понравился гораздо больше что логично в принципе кроме этого мне его не обязательно примут четко на себя направлять на свой рот чтобы четко себя слышать тут у динамической опять если ты там в сторону разворачиваешься начинаешь говорить немножко не сразу звук прям сразу уходит очень резко здесь он уходит не так резко можно больше вертеть большим башкой но при этом картинка по звуку сохраняется неплохая плюс его еще можно поставить подальше звук при этом тоже будет очень хорошо писаться очень четко и он сам по себе кстати говоря практически не фонит по сравнению с этим же audix на audix и на пост обработке не всегда приходилось резать фон что он давал по низким частотам здесь же этого фона нет звучит очень чисто но еще не все потому что кроме басового блогинга своего канала я также делаю переводы озвучки для одного авто авто обзорчик американского и для этого и сначала до этого я тоже использовал этот динамический микрофон но если в него говорить ну как нормально на студии он очень остро воспринимает все вот плевки шлепки ски всякие и поэтому там мне нужно было вот отдельно вот фильтр поп-фильтр чтобы не было плевков и шлепков этот работать и без этого даже когда он достаточно близко в расстоянии он практически не ловит эти шлепки и плевки никаких фильтров не нужно и при этом у него еще комплекте идет маленькая маленький треножный штативчик который вот если вам нужно микрофон на столе отлично не оставится но кроме этого еще у него держатель такой что его можно прикрутить практически на любую стойку потому что бывает стойки с разными вот винтами и держалки микрофонные бывают под разные винты есть пошире есть поуже и порой хочется там на стойке сменить эту держалку для другого микрофона а винт этот самый у них не подходит вот здесь держалка так сделано что она подходит на любой винт и на широкий и на узкий можно поставить на любой микрофон перекрутить без всяких проблем и ему тоже мне нужны какие там специальные пауки держатели как требуется некоторым конденсатором микрофоном в практике в применении в быту крайне удобная крайне полезная вещь и звучанием его я прям более чем доволен ну опять-таки отпишу свой голос или там пишу как бас комки звучит все звучит чисто четко ни капли не хуже чем другие микрофоны что это этого использовал пусть даже как бы более профессиональные более дорогие вот на этот пожаловаться мне вообще никак не получается в общем если вы занимаетесь какими-то музыкальными делами или просто отведете всякие те же самые блоги и влоги стримы и вам нужен хозяйстве нормальный конденсаторный микрофон удобный то вот эта фигня стоит полную фигню по меркам опять-таки профессиональной аудиотехники но при этом со своими вот такими задачами справляется просто замечательно я прямо от него восторге я очень рад что мне появился с большим удовольствием его использую на обзорах и на озвучке и там на репа могу взять там прописать что-нибудь опять-таки где нужен конденсаторный микрофон хотя у них и динамические микрофоны тоже есть у них много чего на самом деле есть ссылки какие мне сказали оставить я оставлю оставил уже оставил в описании но на самом деле вы их можете найти там они продаются и в наших этих сетевых магазинах электроники и на озоне их можно купить и с алиэкспресс естественно если чего-то у нас нет то скорее всего но есть на алиэкспрессе все это легко покупается легко приводится с этим нет никаких проблем ну естественно можно зайти на их официальный сайт посмотреть что там прикольного интересного у них есть а я надеюсь что вам это видео было полезно и интересно в таком случае как обычно не забываем про лайки пишем если что комментарии подписаться на канал не забывайте ради новых обзоров большое всем спасибо за внимание до новых видосов всем пока